Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ехать нужно Интересно Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Да, капитальная зелись в угол за дороги, молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok И вот такая дорога до границы Дашкортостана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Такие стоят, не знаю, работают или нет. Главное, вода по самому загайчу, прикольно, а? Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д πολby Супасть Допустите Супся Д. Да там перед ним, бл... Чепуха едет маленькая, бл... Вообще не хочет ехать Д. Д. Д... Ну надо же перехнуть его нахуй, пизды ему дать ключи, выкинуть нахуй, нехуй ему вообще за машин сходиться. И мутант по сигналу нахуй, пусть свалит куда-нибудь заебал, но кто этот на легковую уже сколько можно. У него похода тоже рация стоит, сидит, прикалывается, блядь. Что-то прикалывается нахуй, пизды получит и все. Ребята, большая просьба, идет съемка, видеосъемка дороги, использовать как можно меньше ненормативной лексики, чтобы мне потом не надушиться ее удалять. Так, а я попал на ТВ. В Ютуб пока. Вокруг одни ютуберы, блогеры, тиктокеры. Растет, растет прогресс. Да, это не прогресс, это шизофрения, блэд, с первого века. Да ладно, да не может быть. Ну а, наверное, трезвого человека. Видео снимается для тех, кто собирается впервые поехать по России и не знает состояния дорожного полотна, инфраструктуры, ну и о других каких-то вот таких интересных моментах. Это для них видео. Понятно. Ляденька, а что-то у тебя курс шибко знакомый. Это я его слышал уже. Я уже сорок девятый день в пути. Пойдет теперь? Сейчас мы имеем значение. Останавливаем. Я сначала проехал до Мурманска. Из Мурманска до Магадана. Из Магадана во Владик. Находку. Ну а теперь вот опять на запад еду. Не понял. Ты частник или на контору работаешь? Частник, частник. Ну можешь в Ютубе набрать в поисковике, ну в любом поисковике, видео дорог России. Вот это мой канал. Короче, одним из вас Иван Шусариев. Да. Особенно на трассе Колума, блин. Р-504. Вот он, да. Съездим в Республику Гуми. По дороге с Сыктывкар на Денуар. Или хотя бы у Сильма. У меня есть видео эти уже. Правда они трех-четырехлетней давности. Они есть, я был там. Р-504. Ну вот Р-504. Эта дорога, по-моему, она была построена в 1937 году. И с тех пор ни разу не видела асфальта. Вместо, в общем, гравейка. Да не гравейка там, а скальные вот эти вот ошметки. Острые, как ножи, блин. Это вообще не дорога. Даже не знаю, как сказать. Приверажать забор, не нахер. Понятно, через пол. Но люди там замечательные. Люди, да, замечательные. Только страна у нас. Лично зеленый планедорок и не пуганый категородок. Вот на участке от Магадана до Якутска катается Иван, дальнобойщик. Знаете, вот такими людьми просто восхищаешься. Нет слов радости, что такие люди есть на трассе. Ну, его там многие знают. Кстати, его зовут Иван, дальнобойщик. И у него брат Григорий. Это шиномонтаж. Вот это люди, блин. Просто слова нет. У нас только уважительное к ним отношение, почтение. Даже подобрать слова не могу. Да. Ползаразный. Тут будет хорошо. Ты на какой частик машины ездишь? Сейчас на желтенькой. А, нет, цвет не это. Какая машина? Шкода Октавия. Это не меня идет, а в желтенький. Я его обокнал. Шкода Октавия. Здравствуйте, потом. Моя вот такое. Автомобиль Шкода Октавия. А ты просто так или катаешься сюда-сюда? В легковой машине? Я уже 10 лет как на пенсии. Что делать? Лежать на диване, блин. Ну, думаю, вот проедусь, сделаю видео. Пусть те, кто собирается, посмотрят на наши дороги. Те, у кого нет возможности проехать. Ну, по разным причинам. Там болезни и прочее, прочее. Пусть посмотрят. Кроме того, не только на фронтальный видеорегистратор. Я пишу еще видео и на боковую камеру. То есть вот греви, там, скалы, реки и так далее, и так далее. Вот такая вот информация будет у меня. Ну, видно, у тебя пенсия хорошая, да? Бизнес какой-то есть? Какой бизнес, какая пенсия? Обыкновенный пенсионер ушел на пенсию с должности главного инженера государственного бюджетной организации. Ну, канал, наверное, какие денежки принял? Да, денежки приходят, но они там, по-моему, 300-400 долларов в год. Блестящий момент нашего пенсионера. Блин... А этот вот пришел груз 40 Rooster, который тоже блогер, ютубер, обосрался, короче, пуликов стал, третьим чуть упал. Да у него и так хватает видосов, он в банке там гребет со своего канала, может и не работать. Я не занимаюсь продвижением канала, не прошу там ставить лайки, делиться этим видео. То есть те, кому нужно, те знают обо мне. У меня около 5000 подписчиков, в основном автотуристы, автопутешественники. Ну вот, единственное, что они только заход могут тебе приносить, больше некоторым. Чем больше подписчиков, тем больше заход. Ну, все верно. Дорожный, тебе совет тогда, если денежки позволяют, в принципе поздравь дома майнинг, верно, и присутствующий заход будет в пенсии. Мне уже 70, что там осталось мне. Ну, прям не надо же, прям все руки опускать-то. Ну, это говорит и так, действительно, у меня вон отец прожил 92 года, литерат войны. И ничего. Дорожный, я думаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...